Здравствуйте, я Никита Брусиловский. Мы продолжаем цикл лекций в библиотеке имени Некрасова, посвященной королевским династиям Франции. И сегодня мы беседуем о заключительной части истории французской монархии, о ее самых бурных, самых сложных, пожалуй, страницах, связанных с историей XIX века, когда сами французы на протяжении весьма долгого времени не могли определиться с тем, какой государственный строй их больше устраивает. Хотят они жить в королевстве, в империи или же в республике. Государственные режимы так часто друг друга сменяли, что в них очень легко запутаться. Получалась своего рода монархическая республиканская чехарда. И мало было случая в XIX веке, когда власть переходила мирным путем от одного правителя к другому. Едва ли не единственный раз такое произошло при смене короля от Людовика XVIII к Карлу X. В дальнейшем все остальные правители приходили к власти либо в результате государственных переворотов. Реже в результате выборов, но и их легитимность также оспаривалась. И в дальнейшем, когда Франция установила республиканский режим в 1870-х годах, все равно ни один президент Франции вплоть до 1906 года не отслужил более одного срока. Так что XIX век можно поистине назвать самым бурным и самым кризисным в целом в истории Франции. Но при всем при этом нужно отметить, что монархия, которую, казалось бы, похоронили окончательно в 1790-х годах с казнью сначала Людовика XVI, потом Марии Антуанетты, а затем и странной смертью Людовика XVII дофина и наследника престола, казалось, что более уже монархия восстановлена быть не может. Слишком многое изменилось в государстве, слишком много было введено других законодательных актов, слишком перекроили ее карту и, самое главное, ее социальную структуру. Прежнее сословное деление уже не имело актуальности. И тем не менее, все же находится человек, который медленно, постепенно, но приходится к тому, чтобы не просто восстановить монархию во Франции, но и повысить ее статус, дабы существовало уже не французское королевство, а французская империя, готовая разговаривать на равных и с Россией, и с Великобританией, и со многими другими странами Европы. То есть, таким образом, положение страны существенно менялось. Этим человеком станет Наполеон Бонапарт, человек, на которого в дальнейшем равнялись многие политические деятели, человек, который был путеводной звездой для многих мечтателей и который остается образцом для подражания очень и очень многих людей, в первую очередь, в государственной политике, философии и других сферах жизни. Наполеон Бонапарт, который, придя к власти военным способом, через один из переворотов, сначала сделает себя консулом, потом добьется своего избрания десятилетним консулом, затем станет пожизненным консулом и, наконец, примет для себя императорский титул. Таким образом, появится и герб французской империи, который уже не имел почти ничего общего с прежними знаками отличия французского королевства. Никаких золотых лилий, только золотой орел одноглавый с опущенными или распущенными в стороны крыльями и обязательно с латинской буквой Н, обозначающей как раз Наполеон. Портретов Наполеона создано великое множество, все они хорошо известны, поэтому мы с вами будем опираться на самый парадный портрет Наполеона в его императорском обличье, когда он становится именно самодержавным правителем во Франции. Хотя сам Наполеон не принадлежал к числу французской непосредственно аристократии и прав на престол не имел ровным счетом никаких. Это, конечно, для тех времен было совершенно странным и необычным, чтобы человек, не имеющий ни капли крови, не просто даже аристократической для Франции, а королевской вдруг занимает престол. Он даже его не занимает, он создает его, по сути, с нуля, ведь императоров во Франции до этого не было. Но в то же время, если учесть, что становится он правителем через военную сферу, будучи именно военным диктатором в первую очередь, то можно провести некоторые параллели с древним периодом, когда первые французские короли, в том числе мировинги, были в первую очередь военными как раз лидерами, то есть вождями и полководцами. И примерно так же эта история повторяется и у Наполеона, но на лад уже рубежа 18-19 веков. Наполеон был аристократом, но не французским, а корсиканским, поскольку появился он на свет на острове Корсика, который только-только, незадолго до его рождения, перешел под власть французского королевства. До этого в течение многих лет Корсика была владением венецианским, но в 1769 году, как раз когда Наполеон родился, территория приобретается французами за 40 миллионов ливров. И Людовик XV становится правителем этого острова. Родители Наполеона остаются, несмотря на то, что местные жители поднимают несколько раз восстание против французов, и семья Бонапартов, или Буанапарте, как чаще его называли, и сам он любил использовать именно такой итальянский вариант своей фамилии, принимает все же французское подданство. Но при всем при этом Наполеон в детстве даже не говорил на французском языке. Его родной язык — это местный корсиканский диалект итальянского языка. Рос он мальчиком поначалу нелюдимым, с хрупким достаточно здоровьем, он страдал целым букетом болезней, особенно в детстве, и никто не думал, что этот ребенок проживет так долго и уж тем более прогремит на весь свет, на весь земной шар. Но с детства он в первую очередь любил читать, он любил науки, искусство, этим весьма и весьма увлекался и получил блестящее образование сначала у себя дома на Корсике, а затем и переехав на континент, он получает в первую очередь военное образование. При этом он изучает философские труды эпохи просвещения, он знакомится с классикой литературной своей эпохи, добивается больших результатов в математике, в истории, географии и в других науках. Но выбирает для себя в первую очередь военную стезю и можно с уверенностью сегодня, конечно, сказать, что он в этом не прогадал. Он увлекается в первую очередь артиллерией, на тот момент самый современный род войск и все новейшие технические изобретения, они касаются как раз артиллерии. Так что Наполеон идет дальше, учится в парижской военной школе, в других учебных заведениях, и он практически отрывается от родной Корсики. Хотя он будет ее в дальнейшем посещать, но все меньше и меньше. Он больше будет связывать свое будущее именно с Францией и будет стараться полностью галлицизироваться, то есть превратиться из корсиканца, представителя окраинной территории французского королевства и уж тем более не напоминать о своем иноземном происхождении, а подчеркивать свою именно французистость и принадлежность к французскому народу. Поэтому Наполеон быстро строит хорошую военную карьеру, служит верой и правдой изначально королевскому режиму, и даже был у него определенный шанс записаться на службу в русскую императорскую армию. Рассматривалась тогда и такая для него возможность, поскольку там неплохо платили, и он, как подданный Франции, имел на это право. В то время между Россией и Францией были достаточно добрососедские отношения. Но, тем не менее, он не становится служащим в России, он отправляется служить все-таки во французской армии и, несмотря на хорошую карьеру, богатством отнюдь похвастаться не может. Напротив, до революции он живет достаточно скромно, если не сказать бедно. Но в дальнейшем он выбирает для себя сторону народа, переходит на сторону тех, кто ратует за ограничения королевской власти и присутствует при многих революционных событиях. Ему удается выйти сухим из воды и не попасть под многочисленные репрессии, поскольку власть во Франции в 1790 годах сменялась многократно. Сам он поступает вновь на военную службу, теперь уже к республиканским войскам, получает назначение в революционную итальянскую армию, воюет на юге и там распространяет в первую очередь республиканские идеи. Но, тем не менее, не забывает и о своих собственных амбициях. В дальнейшем же важнейшей точкой для него становится южно-французский город Тулон, где в 1793 году он осаждает Тулон, внутри которого сидят англичане и роялисты, то есть сторонники бурбонов. И именно здесь он добьется наивысшего признания. Он берет Тулон и в свои 24 года получает звание бригадного генерала. Это очень высокий чин, особенно учитывая его достаточно молодой возраст. И сам Наполеон в дальнейшем много времени проведет в итальянских компаниях, за что, кстати говоря, Наполеона до сих пор очень уважают итальянцы, поскольку он предпринял первую значительную попытку на протяжении многих столетий объединить весь Апеннинский полуостров под одной властью. В дальнейшем, когда он уже сам добьется власти во Франции, он будет параллельно занимать пост и президента Итальянской республики, а позже, когда он станет императором, возьмет на себя титул короля Италии. Впервые за много-много лет. Не случайно, кстати говоря, и флаг Италии, современный зелено-бело-красный, был создан по образцу флага французского республиканского. Только синяя полоса была заменена на зеленую. Но мотивы здесь были вполне ясны. Сам Бонапарт переживет несколько неприятных минут в середине 1790-х годов, когда его даже на какое-то время арестуют как сторонника Робеспьера. Но это продлится всего две недели. В дальнейшем он продолжит воевать в первую очередь на юге и заслужит доверие республиканских властей подавлением мятежа роялистов, то есть тех, кто опять-таки ратовал за восстановление власти бурбонов. В дальнейшем же он предпримет еще несколько наступлений, обзаведется семьей, у него будет уже гражданский брак, а не церковный в соответствии с модой того времени, с Жозефиной, вдовой казненного графа Богорне. Отсюда и его пасынок Эжен Богорне и некоторые другие родственники, носители фамилии Богорне, прославившиеся впоследствии в Европе. Наполеон продолжает итальянскую кампанию, Наполеон проводит свой знаменитый египетский поход, уже обеспечивший ему бессмертие в истории Франции, но этого ему недостаточно. Наполеон хочет быть не просто завоевателем дальних земель и заморских территорий для Франции, Наполеон хочет властвовать в самой Франции. Осенью 1799 года он прибывает в Париж и участвует в знаменитом перевороте 18-го Брюмера. Так назывался один из месяцев республиканского революционного календаря. Многие события того времени до сих пор в истории упоминаются именно в связи с тем ныне практически неиспользуемым революционным календарем. Так что 18-го Брюмера заговорщики во главе с Наполеоном свергают прежнюю республиканскую власть и в стране устанавливается режим консулата. Трех консулов во главе с Наполеоном, впрочем, два остальных консула играют скорее декоративную роль или скорее роль заместителей на случай болезни или смерти консула I. Чуть позже Наполеона избирают уже десятилетним консулом, в дальнейшем он становится пожизненным консулом и в статусе уже лидера государства он начинает свое триумфальное шествие по Европе. В дальнейшем, уже став не только пожизненным консулом, но и императором, Наполеон разделит все завоеванные территории в Европе на многочисленные образования. И если сначала это были республики, такие как Гильветическая, например, то есть сегодняшняя Швейцария или Батавская республика в Нидерландах, в дальнейшем же он выберет для себя другой путь и будет создавать новые королевства на завоеванных землях. Так появится, например, королевство Вестфалия на отвоеванных у германцев землях. Один из братьев Наполеона, он станет как раз королем Вестфалии. Впрочем, в дальнейшем Наполеон возьмет это владение себе. Точно так же появится отдельное королевство Италии, и тут тоже Наполеон создат собственную итальянскую корону. Появится герцогство Варшавское на территории Польши, и здесь опять же главой государства станет Наполеон. И так далее. То есть вся Европа будет поделена на многочисленные королевства, но сугубо номинальные. Все эти территории, все эти королевства, владения и провинции будут зависеть от Франции. Наполеон дойдет до того, что он возомнит себя наследником дела Карла Великого, и ему во многом удастся расширить границы Франции именно до Королинкской империи. Он дойдет даже до Балканских территорий, присоединит и Лирию, и Далмацию, то есть сегодняшнее хорватское побережье. Здесь конкуренцию французским наполеоновским войскам окажут только лишь черногорцы. Пожалуй, самый жесткий и непоколебимый противник Наполеона. Остальные же балканские земли в современной Хорватии, частично Боснии, станут уже владениями французскими. Вплоть до падения Наполеона это будут и лирийские провинции. При этом Наполеон достаточно быстро, придя к власти еще в результате переворота в 1799 году, начнет порывать с прежними республиканскими традициями. Это уже не выборный глава государства и не представитель национального собрания, а это, по сути, военный диктатор. Не случайно в дальнейшем в языки мира войдет такой термин, как бонапартизм, то есть стремление военного лидера, генерала, фельдмаршала и других к власти политической. Ну, у нас в стране, например, в бонапартизме будут в 1950-х годах обвинять маршала Жукова. И именно под этим обвинением будет организовано его отстранение от власти при Хрущеве и смещение с поста министра обороны СССР. И главным его обвинением был как раз бонапартизм. Собственно, течение такое и возникло именно в связи с тем, что Наполеон, как военный деятель, как лидер армии, приходит к власти и получает для себя уже власть политическую. В дальнейшем подобные случаи все будут называть бонапартизмом. Так и происходит. Наполеон сосредотачивает в своих руках практически абсолютную, ничем не ограниченную власть и пользуется ею в первую очередь для наведения порядка в государстве, за что он заслужит даже симпатию русского императора Павла I, который поначалу воевал с революционной Францией на стороне антифранцузской коалиции, но со временем увидел в Наполеоне не противника, а скорее сторонника. И даже попытается заключить тогда русско-французский союз. Он будет заключен, но в полную мощность не заработает из-за убийства императора Павла I, российского монарха. Кстати, сам Наполеон это убийство оценивал весьма тяжело. Сам он говорил, что заговорщики промахнулись в Париже во время одного из покушений на Наполеона, но попали в него в Петербурге, то есть как раз когда был убит Павел I. Но несмотря на так и не состоявшийся русско-французский союз, тогда Наполеон продолжает свое шествие по Европе, продолжает менять всю систему власти во Франции. И в 1801 году объявляет католицизм официальной религией в республике. Тогда еще все-таки республиканский строй формально, но сохраняется. Наполеон заключает конкордат, то есть соглашение с Папой Римским, согласно которому он берет, по сути, католицизм под свою защиту. Назначение епископов и деятельность церкви, хоть и ставится в зависимости от правительства, но прежних гонений, казней священников, разрушений храмов, то, чем прославивались первые годы французской революции, уже не будет. Но в связи с этим Наполеона, его противники слева, начнут объявлять уже предателем революции. И именно поэтому на него будет организовано несколько значительных покушений, но ни одно из них не увенчается успехом. На волне возросшей популярности, именно в связи с этими покушениями, Наполеон становится пожизненным консулом, то есть более его власть уже ничем не ограничена, кроме его собственной жизни. Также он проводит ряд значительных реформ в республике того времени. Чуть позже появляется и знаменитый кодекс Наполеона, самый либеральный на тот момент свод законов во всей Европе, дававший огромные преференции, в первую очередь, крестьянам, которые более всего были довольны таким кодексом Наполеона. Официально он назывался гражданским кодексом, но в историю он вошел именно как кодекс Наполеона, принятый весной 1804 года. И для Наполеона это будет решающий сигнал к тому, что он уже достиг должной власти, собрал должное количество сторонников для себя, чтобы стать не просто консулом, а уже официальным императором. Тем более, что был раскрыт очередной заговор Роялистский, очередные сторонники восстановления бурбонов у власти были казнены и расстреляны. В первую очередь, герцог Энгиенский. И хотя это испортило отношения Франции с европейскими странами вновь, в том числе и с Россией, но это стало важнейшим сигналом к тому, что теперь Наполеон сам может стать императором. Поэтому 28 Флореаля или 18 мая 1804 года постановлением Сената была принята новая конституция, и она будет продолжать действовать все равно в империи. Но согласно этой конституции Наполеон провозглашался не просто французским императором, а императором французов. Это важная формулировка с точки зрения французского языка, которая делала реверанс в первую очередь в пользу социалистов и сторонников республики. То есть он становится отцом родным для всех французов, независимо от сословного происхождения. Не король Франции, не император Франции, а император французов. Именно так он себя и называет. Восстанавливаются многие прежние должности воинские, в том числе маршальские, и вводятся некоторые государственные должности по римскому образцу. Именно ориентируясь на Древний Рим, Наполеон и строит свою новую империю. Все это провозглашается в мае 1804 года, но Наполеону нужно это подтвердить официально. Для этого проводится специальный плебисцит, референдум, голосование, благодаря которому Наполеон получает полную и несомненную поддержку от народа. Но тогда его популярность действительно была весьма и весьма высока. Так что после этого Наполеон в 1805 году организует собственную коронацию в соборе Парижской Богоматери. Причем он, в отличие от старого обряда, который был принят в королевской Франции, не его коронует, а скорее он сам себя коронует. То есть он принимает, или как даже говорили очевидцы, выхватывает корону из рук епископа и сам возлагает ее на свою голову. Тем самым он подчеркивает, что именно он является создателем этого государства, и он сам себя сделал императором. Но это достаточно важный такой символический шаг. В дальнейшем Наполеон проведет еще несколько достаточно успешных для Франции войн. Наполеон будет воевать и с Австрией, и с Россией. Франция одержит блестящую победу при Аустерлице, которая до сих пор прописывается во французских учебниках, как пример торжества наполеоновской армии. Разбита была тогда как раз антифранцузская коалиция, в том числе и русские войска. Ну, хорошее описание этих событий дано, опять же, в войне и мире у Льва Николаевича Толстого. Ну, а в дальнейшем он заключает мир с Александром Первым, знаменитый Тильзитский мир в городе Тильзите, в Восточной Пруссии. Сегодня это город Советск Калининградской области, по которой между двумя империями на некоторое время все-таки устанавливается мир. Ну, а дальнейшее хорошо известно. В 1812 году Наполеон нарушает этот мир. В июне того же года он форсирует Неман в Восточной Пруссии и переходит на территорию Российской империи. Ему нужно, чтобы империя пропустила его войска на английские владения в Индии, в первую очередь, на территорию Англии. И, кроме того, он желает отторгнуть от России некоторые прибалтийские и западные земли. Чем это закончилось, хорошо известно. Наполеон терпит поражение в России в 1812 году и вынужден убраться, высвоясь в Европу. В дальнейшем очередная антифранцузская коалиция разбивает Наполеона в битве народов. И сам он впервые отрекается в 1814 году. После чего очень ненадолго будет объявлено о восстановлении власти Наполеона во многом из-за того, что былые союзники между собой не смогли договориться. Начался знаменитый Венский конгресс, на котором каждая из победивших сторон отстаивала свою точку зрения, в первую очередь, за счет других победителей. И пока Россия, Великобритания и другие союзники выясняли между собой отношения, не без помощи австрийцев, хозяев конгресса в Вене, Наполеон постепенно смог собрать своих сторонников и выступить вновь против реставрированной династии Бурбонов, против Людовика XVIII, что и произошло в 1815 году. Однако эти 100 дней, название достаточно условное, но все же оно почти соответствует действительности, за эти 100 дней он, тем не менее, не восстановит свою империю в прежнем виде, потерпит окончательное поражение при Ватерлоу и будет вынужден вторично отречься от престола на более тяжелых условиях и для самой Франции, границы которой еще более уменьшились, и для самого себя. Если после первого отречения союзники отправили его на остров Эльба, неподалеку от европейских берегов, и там он не имел статуса пленника, а был чем-то вроде местного губернатора, то теперь уже англичане добились его ссылки на остров Святой Елены. Далеко от Европы в дальних заморских владениях Британской империи, где Наполеон и доживет до 1821 года. Предположительно, он был медленно отравлен самими англичанами, следы мышьяка в его останках действительно были. Но, тем не менее, Наполеон, несмотря на то, что скончался он в ссылке, и поначалу похоронили его как раз там же, на острове Святой Елены, официально было прописано, что он умер от язвы желудка, но сейчас его прах находится совсем не так далеко. В 1840 году при короле Луи Филиппе I было решено прах Наполеона перенести снова во Францию. Произошло это на волне новой популярности династии Бонапартов и лично самого Наполеона I, который из-за свою-то жизнь пережил много взлетов и падений, и во время первой ссылки тоже столкнулся с народным неприятием, но каждый раз ему удавалось восстановить, в том числе и после своей смерти, восстановить свою прежнюю популярность. Так, в 1840 году прах Наполеона Бонапарта был перевезен в Париж и упокоен ни больше, ни меньше, как в Доме Инвалидов, одна из самых почетных церквей, одно из самых почетных мест захоронения во всей Франции и во всем Париже в ту эпоху. Наполеон был похоронен достаточно оригинально, огромная гробница из яшмы, и причем материал для этой гробницы был привезен из России, что интересно, он похоронен прямо внутри этой гробницы в семи гробах, выполненных из нескольких разных материалов, но так как эта гробница находится ниже уровня земли, то никаких противоречий в соответствии с христианскими канонами о захоронении ниже уровня земли, здесь не возникло, поэтому называть это место мавзолеем Наполеона все-таки неправильно, а вот гробницей и захоронением все же можно. Вокруг большой галереи, которая окружает захоронение Наполеона, прописаны все его многочисленные победы, города, которые он брал, титулы, которыми он обладал при жизни, здесь же похоронены и некоторые из его родственников. Ну, а сам Наполеон так и не смог получить наследника от первого брака с Жозефиной, поэтому он вынужден был с ней формально развестись, хотя добрые отношения они еще долгое время сохраняли, и был заключен второй брак с Марией Луизой Австрийской, дочерью императора Священной Римской империи Франца II, последнего, кстати говоря, императора Священной Римской империи, при котором она собственно благодаря Наполеону и окончательно ушла в небытие. Ну, к тому времени Священная Римская империя уже никакого значения не имела и была таким средневековым анахронизмом на карте Европы. А сам Франц II благополучно превратился в австрийского императора уже под именем Франц I. Сама Мария Луиза Австрийская, кстати, была и родственницей Бурбонов, она приходилась внучатой племянницей Марии Антуанетти, супруге Людовика XVI. Тем самым Наполеон с одной стороны хотел закрепиться в семье монархических династий Европы и тем самым добавить настоящей королевской крови своим потомкам и главное получить наследника, которого ему так и не смогла дать Жозефина. По сути, этот брак был заключен отнюдь не по любви, а именно насильственно, потому что Мария Луиза никаких положительных эмоций к своему супругу не питала и скорее это он выбрал ее супругой, а не она. Тем не менее, 1 апреля 1810 года их обвенчали в Париже и сами французы в населении Парижа тоже смотрел весьма косо на австрийскую гостью. Слишком была сильна еще неприязнь к Марии Антуанетти и в целом к Габсбургам, которых не хотели видеть снова в Париже. Поэтому Мария Луиза отнюдь не пользовалась народной популярностью. А события, которые сопровождали их свадьбу, сочли еще и дурным предзнаменованием, поскольку во время празднования этой свадьбы разгорелся серьезный пожар на балу у австрийского посланника Шварценберга, знаменитая австрийская аристократическая династия, кстати, существующая по сию пору в Австрии и в Чехии, даже некоторые государственные посты занимающие. Тогда на балу у Шварценберга серьезно пострадал и посол Российской империи, князь Александр Борисович Куракин, которого едва не затоптали во время пожара. Но, к счастью, он выжил. Это было сочтено уже плохим предзнаменованием для этого брака. Но, тем не менее, брак все же был сохранен. В 1811 году от него родился сын, которого также назвали Наполеоном, и которому отец дал титул римского короля. Его любили, надо сказать, при европейских дворах, к нему относились достаточно положительно, но в дальнейшем, после свержения отца, никто не упоминал о том, что он Бонапарт. Его воспринимали скорее как человека, принадлежащего к династии Габсбургов. Для Наполеона это был очень важный момент, поскольку теперь у него был собственный легальный наследник, который мог бы продолжить династию Бонапартов на императорском престоле Франции, среди императоров французов. Тем не менее, Мария Луиза остается при Наполеоне в 1812 году и даже правит страной, пока он ездит со своим походом в Россию. Остается она регеншей и во время отлучек Наполеона вплоть до 1814 года. Но тем не менее, когда Наполеон отрекается в пользу своего сына Наполеона II, она достаточно быстро покидает Францию, вместе с сыном, разумеется, которому не дают стать правителем Франции. Во-первых, он еще слишком мал на тот момент, в 1814 году ему всего-то навсего три года, но самое главное, что союзные державы, члены антифранцузской коалиции, совершенно не хотят видеть кого-либо из Бонапартов во главе Франции. Поэтому они отказывают ему в праве наследования престола и Наполеона отправляют сначала в Парму, а затем в Вену. В итоге его мать становится пармской герцогиней, снова расстается с сыном и мало уделяет внимания его воспитанию. В дальнейшем они даже толком и не общаются. А у самой Марии Луизы будет фаворит один из австрийских генералов немецкого происхождения. У нее даже были внебрачные дети, а впоследствии, когда Наполеон скончался на острове Святой Елены, она даже вступила в такой марганатический брак. Но, тем не менее, Наполеон II, номинально числившийся таковым, и сторонники называли его именно так, Наполеон II, знал, чей он был сын. Несмотря на то, что он поступил на службу к австрийскому императору, он прекрасно помнил, что отец дал ему титул римского короля. Такой, еще во времена Карла Великого, титул давали наследникам престола, то есть будущим правителем еще государства франков. Наполеон II таким образом становится значительной фигурой при австрийском дворе. Несмотря на свою молодость, он унаследовал от отца прыть, силу и определенное беспокойство. Его тоже иногда называли, как и отца в детстве Баламута. И сам он, конечно, считал своего отца идеалом поведения, был его горячим сторонником. Формально ему был дан титул герцога рейхштадтского. И на службе у австрийского императора он дослужился до майора. Конечно, все прекрасно понимали, что в случае изменений во Франции он всегда может стать политической фигурой у себя на родине. И в 1830 году у него даже были свои сторонники в Париже во время очередной французской революции. Но не случилось. В 1830 году он императором так и не стал, а в 1832 году, когда ему было всего 21 год, он скончался от туберкулеза. Наследственная болезнь, которой в свое время страдал и его отец, но если он смог ее побороть, то сыну это сделать уже не удалось. Впрочем, говорили, что он мог быть и отравлен вполне, поскольку он был слишком неудобной фигурой для австрийского императорского дома. Вспоминать о нем не очень любили, хотя определенное уважение и пиетет, как к молодому человеку, все же к нему испытывали. Его двоюродный брат впоследствии станет все же императором, и именно поэтому он примет для себя имя Наполеон III, то есть признавая за сыном Наполеона Бонапарта все-таки определенные императорские амбиции и считая себя наследником именно Наполеона II. Сам же Наполеон II был похоронен изначально в Вене, но его останки тем не менее были перевезены в Париж, хотя совсем при других исторических обстоятельствах более чем через 100 лет после смерти. В Париж их перенесли по приказу Гитлера в 1940 году. Вена, как и вся Австрия, была тогда частью Третьего Рейха, нацистской Германии, и когда Франция была оккупирована нацистскими войсками, Гитлер едва ли не первым делом поспешил к гробнице Наполеона, которого также считал одним из своих учителей и кумиров, и распорядился, чтобы прах Наполеона II, сына Наполеона I, тоже оказался здесь в Париже в доме инвалидов, где его торжественно и похоронили, кроме сердца. Сердце по традиции того времени хоронили всегда отдельно, сердце осталось в Вене. Все это происходит в 1940 году. Ну, а в самой Франции после свержения Наполеона вновь воцаряются Бурбоны. Казалось бы, неожиданно, казалось бы, это уже невозможно себе представить после всей той ненависти, которую испытывали к Бурбонам многие в народе, но союзники настаивают на своем. Главная идея Священного Союза, который создается тогда на Венском Конгрессе, о том, что нужно вернуть все как прежде, чтобы в Европе не было никаких более следов французской революции. Поэтому восстанавливается династия Бурбонов и брат казненного Людовика XVI под именем Людовика XVIII становится теперь уже официальным королем. Тем самым признаются опять же амбиции Людовика XVII он считается пусть и неправившим, но все-таки королем Франции. Людовику XVIII присягают некоторые даже былые сторонники Наполеона, в первую очередь Толеран и Фуше. Людовик XV подписывает Парижский мир, первый еще в 1814 году, и потом следующий мир, более тяжелый для Франции, 1815 года. Сам Людовик XV слыл человеком достаточно мягким, но при этом проводившим все-таки королевский курс. То есть он стремился к восстановлению самых важных атрибутов королевской власти, но в то же время не хотел полной коренной ломки всей жизни. Он оставил большую часть учреждений, созданных Наполеоном, не департаменты, а круга, орден почетного легиона, созданный Наполеоном, и вовсе по сию пору остается высшей наградой во Французской республики, и при монархии его тоже сохраняли. Название чиновников все это будет сохраняться. Но тем не менее часть земель, которые еще не были проданы, земли, которые конфисковались в революционные годы, узнаете, все-таки вернули изначальным хозяевам, то есть эмигрантам. Часть другого движимого имущества также вернулась, и многие другие деятели предыдущих донаполеоновских правлений получили назад свои деньги и свое имущество. Именно это, кстати, послужило причиной восстановления Наполеона на престоле и появления знаменитых 100 дней. Но после того, как Наполеон вновь вторично отрекся, Людовик XVIII снова вернулся в Париж, и хотя избирательная система была сохранена, но был введен более жесткий имущественный ценз, который вычеркнул многих из подданных французского короля из списков избирателей. Кстати, в титулатуре Людовик XVIII полностью вернулся к тому, что использовали предки. Он снова именуется королем Франции и Наварры. Это важно, поскольку в дальнейшем титул еще изменится. Но особых успехов Людовик XVIII в управлении государством так достичь и не смог, поскольку ему постоянно приходится сталкиваться с недовольством то населения, то депутатов и других государственных деятелей, и он мечется словно между молотом и наковальней. Формально в стране действует хартия 1814 года, то есть конституция, то есть основные законы Франции того времени, но они раз за разом нарушаются в сторону установления нового абсолютизма. Хоть уже и не такого безграничного, как в дореволюционной Франции при старом режиме, как называют эпоху до французской революции, но все-таки многие поползновения, они существуют и не проходят даром. К Бурбонам снова усиливается неприязнь в обществе, а герцога Берийского, одного из наследников престола, даже в 1820 году убьет один из фанатиков республиканцев, который считает, что он таким образом может добиться нового свержения монархии и установления вновь республики. Вводится снова цензура в очередной раз, ее то вводят, то отменяют каждый год, и многие другие гражданские законы снова ограничиваются. Так что можно сказать, что Людовик 18-й не смог не восстановить прежний порядок Бурбонский, тот же старый режим, не придумать что-то новое вместе с династией Бурбонов. Есть даже такое изречение о том, что Бурбоны ничего не забыли и ничему не научились в лице как раз Людовика 18-го. Сам он остается бездетным, сам он так и не продолжит династию на престоле, но в связи с этим он вынужден назначить наследником престола своего брата, графа Д'Артуа, как его называли, официальный титул был именно такой, у будущего короля Франции Карла 10-го. При этом надо сказать, что Карл 10-й станет последним королем Франции из династии Бурбонов и последним, кто короновался в Реймсе. Людовик 18-й этого не сделал, он просто не успел, а далее уже в этом не было особой нужды. И Карл уже 10-й, которому на момент восшествия на престол уже 67 лет, это происходит в 1824-м году, оказывается еще большим роялистом, чем сам король. Это расхожее выражение, которое существовало еще во времена самого Людовика 16-го. Так шутливо будущего короля Карла 10-го называли при французском престоле. Он преследует убеждение, он исповедует убеждение еще более крайнего абсолютизма. Вот он, в отличие от Людовика 18-го, исполнен решимости полностью все вернуть как во времена предков, как в прежние времена, вплоть до деталей. Это и коронация в Реймсе, это и обряд исцеления золотушных, который был известен еще во времена капитингов, это именно обряд, а не настоящее исцеление, и от него в принципе уже хотели отказаться, как от средневекового пережитка, но Карл X настаивает на том, что именно такой обряд он может вернуть славу французской монархии, и совершает его так же. В общем, его, в отличие от его братьев, что Людовика 16-го, что Людовика 18-го, не назовешь излишне добрым, мягким, или слабохарактерным. Он был деятельным, общительным, и нередко даже жестоким. Карл X был желанным гостем, кстати, и при русском императорском дворе. Не случайно в 1815 году он получил даже орден святого Андрея Первозванного, то есть высшую награду Российской империи. Карл X становится лидером Франции, и на волне многочисленного недовольства снова закручивает гайки. Он старается уничтожить последние остатки того, что Франции дала революция. Хоть он и не покушается на кодекс Наполеона или же орден почетного легиона, но все прекрасно видят, к чему идет дело. Никакой демократии в его правлении не пахнет, и никакими новыми преференциями для третьего сословия тоже о них мечтать совершенно невозможно. Так что среди народа его популярность не просто нулевая, а во многом отрицательная. Настолько, что появляется слух, что он когда-то был связан с самой королевой Марией Антуанеттой. Дескать, она изменяла своего мужа Людовику XVI с его братом Карлом X. Это, конечно, неправда, но это достаточно резкая деталь и яркая такая черта, свидетельствующая об отношении к Карлу X в обществе. иммигрантские годы своей Карл X проводит в Англии, но это ничуть не меняет его характер, а напротив его еще более ожесточает. Даже своего брата Людовика XVIII он поначалу называл безбожником, циником и отступником от идеалов монархизма, поскольку Людовик XVIII, дабы завоевать расположение политика в той эпохе, помиловал многих французских деятелей, включая даже и некоторых цареубийц, некоторых из тех, кто участвовал в казни Людовика XVI. Так что Карл X предпочитает еще долгое время проводить в Британии, и только сохранился дом, где он жил, с такой памятной табличкой, и в 1814 году он все же выбирает для себя переезд в Париж вскоре после своего брата Людовика XVIII. но в то же время, еще до того, как стать королем, Карл X пережил большую личную трагедию. Дело в том, что у Карла было только двое сыновей, старший и младший, и старший был бездетен, считалось, что он болен и не может иметь наследников, что, в общем-то, так и было. И в целом у Карла лучше складывались отношения с его младшим сыном Карлом Фердинандом, или Шарлем Фердинандом, как его называют, на французский лад герцогом Берийским. Вот это тот самый герцог Берийский, который в 1820 году был убит рабочим Лувелем, он заколол кинжалом герцога. И для Карла это был очень серьезный удар, и личный, и политический, потому что он хотел именно своему младшему сыну завещать престол и его унаследовать. Но дело в том, что герцог Берийский к тому времени уже был женат, у него было несколько любовниц, у него были внебрачные дети, но официальных детей еще не было. И когда его убили, выяснилось, что его супруга герцогиня беременна, и в дальнейшем она родила посмертного сына, Генриха, который станет графом де Шамбор. То есть еще одна традиция, нередко уже бывавшая в королевском доме Франции, когда на свет дети появлялись после смерти собственного отца. Смерти естественной или же насильственной, как в данном случае. Этот Генрих де Шамбор, сын Шарля Фердинанда, будет последним бурбоном в прямой ветве наследования престола. Но он свое слово скажет гораздо позже и при других обстоятельствах. Но несмотря на вот это печальное событие, Карл X все же вступает на престол в 1824 году, причем надо сказать, что эта передача будет едва ли не единственной в 19 веке для Франции мирной передачей власти, поскольку все остальные смены власти сопровождались серьезными потрясениями. Но и своим достаточно крутым и антидемократичным нравом и вкусами в выборе своей команды, скажем так, король еще больше роняет свой авторитет среди подданных. Последней каплей станет назначение главой правительства Полиньяка, одного из самых бездарных лидеров правительства, который будет вводить совсем жесткие политические меры по ограничению в первую очередь гражданских свобод. В 1830 году он введет июльские ордонансы, так называемые четыре королевских указа, которые король тут же подписал. Все эти указы очень грубо нарушали прежнюю конституционную хартию 1814 года и согласно этим законам предполагалось, что в стране вновь восстанавливается цензура и для издания прессы требуется разрешение властей, которое каждый раз, каждые три месяца нужно продлевать. Распускается палата депутатов, меняется избирательное право и предоставляется оно теперь только землевладельцам и новые выборы существенно должны были быть отложены. То есть эти ордонансы, хотя они и были подписаны королем, но исполнять их никто не спешил, а в Париже их встретили взрывом возмущения и негодования. Но для короля это считалось важным шагом для восстановления прежней абсолютной монархии бурбонов. На деле это привело к настоящей революции. В 1830 году Париж вновь восстает против своего правителя и начинается так называемая июльская революция или, как ее называли, три славных дня. Карла X принуждают отречься от престола после того, как восставшие студенты, рабочие захватывают ряд правительственных учреждений, в их руках оказывается лувр, тюэллирии, другие королевские дворцы. И король 2 августа все-таки подписывает отречение, но не в пользу сына, а в пользу внука. Сама революция сопровождалась огромным взрывом общественного единения, поскольку король слишком многих не устраивал. Даже среди дворянства уже многие были им недовольны. Одна из самых известных картин в истории французского искусства «Свобода на баррикадах», созданная Эженом де Лакруа, она как раз создана в дни июльской революции, и именно ее изображают в таком аллегорическом духе. Поэтому не случайно, что июльская революция до сих пор воспринимается во французском обществе со знаком «плюс». Официально наследником престола должен был быть Людовик, старший сын Карла X, который формально даже записывается в документах как Людовик XIX, иногда его называют таким неправившим королем. Но формально он правил на протяжении 20 минут. Это одно из самых коротких правлений в истории не только Европы, но, пожалуй, и всего мира. Его правление уместилось вот в эти 20 минут между отречением Карла X от престола и его собственным отречением, которое он подписывал весьма и весьма неохотно. Он не хотел отказываться от престола, поскольку он был достаточно к нему близок и имел свои виды на вступление во властные права. Так что Людовик, он, как и Карл X, тоже эмигрирует и в дальнейшем, оказываясь в Австрии, он объявляет, что отказался от престола незаконно и вокруг него тоже формируются свои сторонники. Но он проживет весьма недолго. в 1844 году он скончается, похоронят его там же, где и его отца в австрийском Герце. Это сейчас город Гориция. В Италии, правда, похоронен он на территории Словении. Новогорица, часть старой Гориции. И здесь, по сути, уже история рода Бурбонов, основной, главной ветви, близится к своему завершению, поскольку у Людовика нету наследников. Он женат на тоже весьма непопулярной даме дочери Людовика XVI, то есть они были между собой родственниками, Мария Тереза Шарлотта Французская, как ее называли. Она тоже содержалась в Тампле, как и Людовик XVI и Мария Антуанетта, но ее обменяли на французских военнопленных, и она смогла покинуть территорию Франции живой и невредимой. В дальнейшем она была выдана замуж как раз престола, но при дворе ее весьма и весьма не любили, и это тоже сыграло против короля. Так что Карл X свой престол отдает формально по бумагам, по документам не Людовику старшему сыну, он же Людовик XIX формальный, а своему внуку, сыну того самого убитого герцога Берийского, Генриху Д'Артуа или Генриху де Шамбору, как его еще называли. Но он был совсем мальчиком в тот момент, ему всего-то навсего 10 лет, и понятно, что он самостоятельно править не может. Поэтому корона была временно передана в качестве регента, но не самостоятельного короля, другому родственнику Бурбонов, Луи Филиппу I, Луи Филиппу Орлеанскому, человеку, который хоть и принадлежит к династии Бурбонов, но не главной ветви, а к Орлеанскому дому, происходящему еще от тех орлеанских принцев, которые становились нередко регентами при правящем, но малолетнем короле, или же просто имели влияние на происходящее в стране. Так что ветвь герцогов Орлеанских она была весьма и весьма значительной. Так вот, Луи Филипп достаточно быстро объявляет, что малолетний Генрих де Шамбор незаконно рожденный, что его отец отнюдь не Генрих Берийский, что этот мальчишка вовсе не Бурбон, и что теперь права на престол имеет только сам Луи Филипп, только он может стать правителем во Франции. Причем ему доверяют на его стороне поначалу общественное мнение, и Луи Филипп даже выбирает для Франции новый герб. Он отказывается и от золотых лилий, и от герба навары золотых цепей на красном фоне, оставляет скипетры, оставляет королевскую корону, но помещает в центр изображение конституционной хартии, то есть новая конституция, которую он подписывает в 1830 году. Надо сказать, что Луи Филипп получил такую репутацию короля-республиканца или короля очень либеральных убеждений не случайно и не спроста, поскольку еще его отец, которого тоже звали Луи Филипп, он быстро поддержал республику во время французской революции, взял себе фамилию Эгалите, то есть равенство в переводе с французского языка, и, будучи депутатом, он даже голосует в конвенте за казнь своего родственника Людовика XVI, поэтому в эмиграции его объявили предателем. Впрочем, самого гражданина Эгалите, как называли тогда Луи Филиппа Старшего, вскоре тоже казнили, его посчитали замешанным в заговор генерала Дюмурье и обвинили в измене революции. При этом, что интересно, Луи Филипп Старший, хоть и взошел на эшафот, но умер совершенно по-бурбонски, даже его противники это признавали. Потребовал две бутылки шампанского и взошел на эшафот с совершеннейшим бесстрашием. А когда Павлович попытался снять с него сапоги, он сказал, оставьте, они лучше снимутся после, а теперь поспешим. В общем, такое бурбонское действительно бесстрашие ему все-таки было свойственно. Тем не менее, у него были дети от брака с Марией Аделаидой де Бурбон, достаточно богатой дамой, в том числе старший сын под именем Луи Филипп, который и заявит о своих претензиях на престол. Дескать, главная ветвь пресеклась, Генрих де Шамбур не настоящий, не может быть королем, поэтому только Орлеанский дом, Орлеанская ветвь может отныне править Францией. Что и происходит. Луи Филипп восходит на престол, пользуясь большой поддержкой. Луи Филипп подписывает новую конституцию, в которой обеспечивается еще больше гражданских свобод, нежели раньше. Июльские ордонансы Карла X естественно упраздняются и поначалу в стране идет активнейшая либерализация. Многие помнят о прошлом его отца и о самом Луи Филиппе, который высказывал поддержку именно демократическим веянием стране в первую очередь. Но при этом он же еще и именуется королем-гражданином, так его прозвали подданные. Он всячески подчеркивает свой демократизм во всем, даже своей титулатуре. Он отказывается от титула предков король Франции и Наварры и провозглашает себя королем французов, то есть по образцу императора французов титулу наполеоновских правителей Франции. Так что это тоже позволило ему завоевать некоторые очки в обществе того времени. Кстати, под влиянием той французской революции начнутся волнения во всей Европе, в Польше начнется знаменитое восстание против власти Российской империи, а основная часть Польши тогда принадлежала именно России по итогам всех наполеоновских войн, и кроме того начнется восстание в Бельгии, которое отсоединится от Нидерландов и провозгласит свою независимость. По сию пору, кстати говоря, бельгийский монарх носит титул короля всех бельгийцев. Это тоже калька с титула Луи Филиппа Орлеанского или Луи Филиппа Первого, как его называли тогда при французском дворе. Так что Луи Филипп подписывает хартию 1830 года, в которой перерабатываются некоторые пункты старой хартии 1814 года. С этого времени католичество уже больше не является государственной религией, но это религия, исповедуемая большей частью населения. Так прописано в законе. Свобода слова объявляется неограниченной, правительству запрещается вводить цензуру. Это самый важный момент тогда был, поскольку он вызывал больше всего нареканий со стороны восставших против короля X, наличие цензуры. И король с этого времени был ограничен в своей власти. Да, он облатал полнотой исполнительной власти, но законодательную власть он делил вместе с двухпалатным парламентом. И законодательная инициатива теперь принадлежала не только самому королю, но и парламенту. Это существенный шаг вперед по тем временам. И главное, что Луи Филипп вернул во Францию триколор, то есть республиканский флаг в качестве государственного. При Людовике XVIII и короле X использовалось старое белое полотнище с золотыми лилиями, символ, опять же, династии бурбонов. Однако Луи Филипп, поначалу имея очень хороший кредит доверия, быстро его растерял. Несмотря на то, что у него имидж прекрасного семьянина, храброго человека, хотя войну он не любил, и изначально бережливого, он довольно-таки быстро скатился к жизни на широкую ногу, в первую очередь за государственный счет, и довольно-таки быстро начнет нарушать свою же собственную хартию. В первую очередь в угоду своим родственникам и просто для личной выгоды. Кроме того, лозунгом его правления станут знаменитые слова «обогащайтесь». То есть, это призыв к буржуазии того времени повышать свой жизненный уровень, чтобы получать представительство в парламенте того времени, чтобы стать депутатами и чтобы иметь право голоса, потому что, опять же, всеобщими выборы того времени еще не были, существовал имущественный ценз. Так что, против Луи Филиппа будет возбуждено общественное недовольство. В 1835 году будет совершено покушение на Луи Филиппа знаменитая адская машина Жозефа Фиески, итальянца по происхождению, который даст залп из 24 орудий одновременно. Король и один из его сыновей были слегка поцарапаны, но 12 человек из огружения Луи Филиппа тогда погибли из-за этого покушения. Так что, организовавший покушение Фиески в дальнейшем будет казнен на гильютине, но определенное сочувствие в обществе он уже все-таки встречал. Кроме того, будет неудачная интрига Луи Филиппа, связанная с испанскими браками. Это дипломатическая интрига между Великобританией, Францией и Испании касательно браков королевы Изабеллы, второй королевы Испании. В результате французы выйдут из нее с полным поражением, и королева Изабелла хоть и породнилась частично с французами, но и династические связи между Испанией и Францией восстановились, но это стоило существенных усилий для французской дипломатии и падению имиджа Луи Филиппа как интригана при многих дворах того времени. Особенно Луи Филиппа не любили при русском дворе. Император Николай I никогда не писал ему писем с обращением «любезный брат». Так принято было обращаться монарху к монарху. Все что угодно, но только нелюбезный брат таковым Луи Филиппа он не считал. В свою очередь появится новое движение за реформы, появятся банкеты реформистов так называемые, то есть встречи сторонников реформ, в которых принимали участие до тысячи человек, представители умеренных и более радикальных партий. Преследование таких банкетов во времена министерства ГИЗО испровоцирует очередную революцию. Сопровождалась эта революция и предшествовавшие ей события многочисленными насмешками в прессе. Свобода слова хоть и нарушается иногда, но все-таки заглушить голоса против короля не удается. Поэтому появляются вот такие карикатуры под названием Король Груша, поскольку Луи Филипп к концу своего правления сильно обрюзг, у него обвисли щеки, и действительно его голова стала напоминать такой фрукт, как груша. Вот иносказательно это и обыгрывалось в карикатуре, очень популярной в то время. Или другая карикатура, изображающая Луи Филиппа в образе Гаргантюа по знаменитому произведению Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Как известно, главный герой этой книги Гаргантюа был весьма прожорлив. Вот здесь и изображено, как народ отдаёт всё своё пропитание, все свои ценности на прокорм короля Луи Филиппа Первого. Так что в феврале 1848 года во Франции состоится очередная революция, на этот раз буржуазно-демократическая, и Луи Филиппа вынудят снова отречься от престола. Всю свою былую популярность он полностью растеряет из-за неспособности провести реформы, а во-вторых, из-за чудовищного уровня коррупции и непотизма. То есть, с одной стороны, это именно процветающий режим коррупционеров, и с другой стороны, многочисленные родственники, друзья, фавориты и фаворитки короля тоже получают государственные должности, выгодные контракты и многое иное. То есть, на полную катушку используют свою близость к королю для личного обогащения. Так что, режим будет совершенно коррупционным, что в первую очередь и ставилось в вину со стороны революционеров той эпохи. Революция начнется с подавления очередного банкета реформистов в феврале 1848 года. Это приведет к тому, что собравшаяся в Париже толпа на площади Мадлен будет ратовать за проведение реформы во Франции и достаточно быстро это превратится в уже антикоролевскую демонстрацию. При этом сам Луи Филипп был достаточно спокоен. Он считал, что эти беспорядки и выступления обычные, поскольку демонстрации были в Париже и до того. И сам он иронично замечал, что парижане никогда не делают революцию зимой. Но эта уверенность ничуть не помогла Луи Филиппу и в результате он полностью повторил судьбу короля Карла X. Бежал в Великобританию, где и скончался через два года в 1850 году. Восставшие разгромили королевские дворцы, в том числе был извлечен королевский трон как главный символ королевской власти и торжественно сожжен на одной из парижских площадей. Под крики и пение «Да здравствует республика!» Сам Луи Филипп хотел завещать престол своему сыну Фердинанду Филиппу Орлеанскому, но тот не дожил до очередной революции. Он скончался в 1842 году из-за несчастного случая. Лошади понесли, он выпрыгнул из кареты на полном скаку и разбил себе голову. Многие французские историки считают это достаточно печальным событием, поскольку репутация у наследника престола была лучше, чем у его отца. Он считался сторонником более глубоких реформ. И, возможно, станет он действительно королем, может быть, орлеанская монархия во Франции могла бы сохраниться. Но этого не произошло. Наследник престола погиб, оставив, тем не менее, своего сына, тоже Луи Филиппа, графа Парижского, но ему на момент революции всего-то навсего 10 лет, поэтому стать правителем он не может. В результате в стране устанавливается Вторая Республика, несколько будет крупных столкновений между противоборствующими партиями, будет июньское выступление, в первую очередь, сторонников левых сил и сторонников более радикальной революции. Ну, а когда это выступление было подавлено, то особую популярность получает Шарль Луи Наполеон Бонапарт. Еще один отпрыск рода Бонапарта, хоть и не прямой наследник Наполеона Бонапарта, но его племянник, который олицетворяет собой прежнюю власть, прежнюю наполеоновскую эпоху, о которой местные жители, французы и, в первую очередь, крестьяне вспоминают с очень большой теплотой и мечтают о том, чтобы вернулись прежние старые добрые времена. Что в результате и происходит. Хотя сам Наполеон, будущий Наполеон Третий, именно такое имя он примет, став императором, будущий Наполеон Третий, появившийся на свет в 1808 году, за свою жизнь прошел через многие события. Своего отца он практически не знал, брак его родителей был несчастливым и достаточно быстро распался, но кровь наполеоновская в нем все же текла. Он провел много времени в странствиях, будучи отвергнутым у себя на родине во Франции, в дальнейшем получил право вернуться обратно во Францию при Луи Филиппе и быстро этим воспользовался, начал вести теневую политическую деятельность. Его пытаются арестовывать, он некоторое время даже проводит в заключении, его высылают вновь за пределы Франции, но потом он вновь и вновь возвращается, снова попадает в крепость в результате неудачного заговора, снова выходит сухим из воды. Ну а после революции и свержения Луи Филиппа он опять оказывается в Париже и собирает своих сторонников. Его выбирают депутатом в четырех департаментах, но, впрочем, он отказывается быстро от полномочий, выбирая для себя именно роль такого общественного деятеля. После долгих треволнений он становится кандидатом на пост президента республики и в ноябре 1848 года объявляет о своей избирательной программе. она достаточно близка к наполеоновской программе действий и довольно-таки либерально по тем временам. Голосование проходит в декабре того же года и, вопреки ожиданиям многих экспертов, Наполеон Бонапарт получает не больше не меньше как 5 миллионов 430 тысяч голосов. Это 75% от всех проголосовавших. Он оставляет далеко позади и генерала Ковиньяка, который тогда возглавляет правительство, и других кандидатов, которые в сумме набирают гораздо меньше. Так что Наполеон тем самым становится первым президентом в истории Французской Республики. До этого во главе Республики не было еще президентов. Более того, это первый президент, избранный сразу прямым голосованием, не многоступенчатой системой, а напрямую голосованием, но не всеобщим. Избирательный ценз в то время еще существовал, правда, достаточно либеральный, и право голоса тогда еще во Франции не имели женщины. Но это произойдет гораздо позже. Так что Наполеона Бонапарта можно было назвать всенародно избранным президентом Франции. Впервые эти прямые выборы, они станут и последними на долгие годы. В следующий раз напрямую президента во Франции будут выбирать только при Пятой Республике в 1965 году, то есть при генерале де Голли. До этого избрание долгие годы проходило с помощью парламента. Ну а Наполеон Бонапарт обещает хранить республиканские устои, обещает сохранить за собой именно пост президента, но достаточно быстро вокруг него формируется тоже команда тех, кто мечтает о восстановлении империи. И в результате в 1850-х годах это движение за империю все более и более нарастает, и Наполеон говорит, что он по сути даже поддается влиянию своего окружения. В 1852 году после очередного переворота принимается новая конституция, новый избирательный закон, и сам Наполеон говорит о том, что империя это мир. Империя не поведет за собой войну, как говорили его противники, а империя означает мир. Так что в результате плебисцита за Наполеона отдают свои голоса большинство избирателей, и в декабре 1852 года он снова становится императором Франции под именем Наполеона Третьего, что опять же достаточно скептически воспринимают в Европе и особенно в России, особенно Николаем Первым, но Наполеон Первый не станет удачливым правителем. В отличие от своего предка, он не обладал ни гибкостью, ни хитростью, зачастую действовал напролом, смог ненадолго повысить свой авторитет участием в Крымской войне против России и победой в этой войне, но эти следы популярности он достаточно быстро растерял. Его брак тоже тогда не одобрили, он женится на Евгении де Монтихо, графине Теба. Давнее его увлечение, ему нужно было упрочить свое положение и родить наследника. Но, впрочем, многие говорили, что это скорее брак по любви, но брак не его уровня. Многие хотели, чтобы он породнился вновь с королевскими династиями Европы, как это сделал Наполеон I. Луи, Наполеон, Бонапарт этого делать не желают. Самого же Наполеона в Европе с подачей знаменитого германского канцлера Бисмарка называют непризнанной, но крупной бездарностью. Что он не пытается сделать, все валится из рук, все достаточно быстро приходит в негодность, кроме разве что войн. Сначала Крымской, а потом войны с Австрией, благодаря которой начинается объединение Италии вокруг Пьемонта. Так Франция, казалось бы, зарабатывает для себя хорошего союзника на юге, но это не приведет к значительным дивидендам. Кроме того, будут некоторые колониальные походы против Китая, Японии, в Индокитая, то есть на территории сегодняшнего Вьетнама и Камбоджи, в Сирии и так далее. То есть на внешнеполитической стезе у Наполеона поначалу многое получается, а вот внутри он терпит фиаско за фиаско. Кроме того, в дальнейшем он еще потерпит неудачу и во время своей мексиканской кампании. Он попытается поднять свою популярность еще одной маленькой победоносной войной. Сначала он хотел завоевать Бельгию и купить Люксембург, но эти планы быстро стали известны. Тогда он объявил войну Пруссии в результате неудачной дипломатической интриги. В 1870 году начинается франко-прусская война. При этом сам Наполеон страдает от целого ряда заболеваний, которые влияют на его умственное состояние и на принятие решений. Поэтому многие считают, что идею о начале франко-прусской войны он принял под влиянием как раз этой болезни. Это была фатальная ошибка. В результате этой войны Франция терпит крупнейшее поражение за всю свою историю. В сентябре 1870 года вся практически армия сдается на милость победителя во главе с самим Наполеоном Третьим, который становится личным пленником канцлера Германии Отто фон Бисмарка. Естественно, в Париже это встречает взрывом негодования. Наполеона Третьего объявляют незложенным и хотя сначала существует движение за восстановление орлеонистской монархии, но и оно быстро сходит на нет. Сам Наполеон Третий подобно своим предшественникам Бурбонам и Орлеанам тоже уезжает в Англию и там проводит последние три года своей жизни до смерти в 1873 году от камней в почках. Вспоминали очевидцы, что последними его словами было «Мы ведь не струсили тогда при седании». Вот до конца своих дней он продолжил вспоминать это очень позорное поражение. Его супруга императрица Евгения пережила его значительно и скончалась в 1920 году. Упокоилась она, как и он сам, в Фарнборо, то есть на территории Британской империи. Ну а в Париже в это время проходят волнения. В Париже начинается очередная революция, потом свой режим установит Парижская коммуна, хоть она и была подавлена республиканским правительством, но в правительстве опять же нет единства относительно будущего для самой Франции. Бонапартов уже никто не желает видеть во главе страны, хотя сама династия сохранилась. Ее возглавляет Наполеон IV. Бонапарт единственный сын Наполеона III и императрицы Евгении, но он проживет недолгую жизнь и погибнет в 1879 году во время экспедиции в Африку в одной из стычек с зулусами. Он тогда служил англичанам. Фактически, это был элемент удали, скорее, такого ухарства, свойственного в целом Бонапартам, но ни к чему хорошему это не привело. Фактически, это было крушением всех хотя бы призрачных надежд на восстановление Бонапартов во Франции и возвращение им императорского престола. Есть такое расхожее мнение, что частично с образа принца Наполеона IV был создан образ маленького принца у Антуана де Сент-Экзюпери. Оба погибли в достаточно раннем возрасте, оба погибли в Африке, и некоторые черты характера у них были достаточно схожими. Формально главенство в доме Бонапартов наследует Наполеон Жозеф Шарль-Поль Бонапарт, второй сын Жерома Бонапарта, но он теряет права на престол. У него плохие отношения с молодым Наполеоном IV, и он завещает престол не ему, а другому представителю семьи Бонапартов, который входит в историю как Наполеон V. Таких Наполеонов будет еще несколько. Наполеон V доживет до 1926 года, но сторонников у него совсем немного. Жить он будет в основном в Брюсселе на территории Бельгии. Его же преемник будет носить титул Наполеона VI, он доживет до 1997 года, жить он будет в Швейцарии. Наполеон VI опять-таки не сможет занять престол, но, впрочем, он уже к этому особо и не стремился. Ну и, наконец, ныне здравствующий Наполеон VII или Шарль-Наполеон Бонапарт, глава дома Бонапартов и в наши дни. Немногочисленные сторонники Бонапартисты признают его своим главой и своим лидером, но сам он в политической жизни практически не участвует в наши дни, хотя он и баллотировался на пост мэра Аячо, это столица Корсики, то есть родины Бонапартов, но в этой борьбе он проиграл. Потом он еще несколько раз пытался баллотироваться, но из этого тоже ничего не вышло, соответственно. Ну а в самой Франции в это время отказываются от монархии. В 1873 году Палата депутатов голосует по вопросу о том, быть в стране монархией или республикой, и большинство, казалось бы, у монархистов, но граф Генрих де Шамбор не хочет идти на компромисс. Он воспитан своим дедушкой, Карлом X, и спотыкается о вопрос о национальном флаге. Он не хочет видеть трехцветное полотнище, знаменитый французский триколор национальным флагом. Он признает только белое знамя с золотыми лилиями. В итоге Палата депутатов с перевесом всего в один голос принимает решение о том, что Франция будет республикой. Всего одного голоса таким образом хватило для этого судьбоносного решения. Ну, а после этого Франция более уже не восстанавливала монархию. Что же касается наследников среди бурбонов, то они тоже есть. После смерти Генриха де Шамбора, а умер он бездетным, старшая ветвь пресеклась. Поэтому теперь у бурбонов-легитимистов сразу две ветви, претендующих на власть. С одной стороны, это Людовик XX, так называемый, он же Луис Альфонсо Бурбонский, представитель испанских бурбонов. Сам он на престол не очень-то претендует, но есть очень небольшая группа его сторонников. Они считают, что отказ испанских бурбонов от прав на французский престол является незаконным, и так как они имеют общего предка, они тоже бурбоны, то они могут претендовать и на престол в Париже. Но таких людей весьма немного. И в то же время есть принц Жан-Шарль-Пьер-Мари Орлеанский, потомок орлеонистской ветви, который, потомок того самого Луи графа Парижского, не получившего власти в 1848 году, это представитель орлеанской ветви младшей. Он возглавляет Орлеанский дом с 2019 года и среди сторонников именуется как Иоанн IV, но никакой реальной властью он, конечно же, не обладает и по большому счету на нее не претендует. Так что можно с уверенностью сказать, что монархическая история во Франции закончилась. Франция уже более столетия, с 1873 года официально является республикой, сторонников республики подавляющее большинство. Роялисты существуют, но влияние на ход событий, на политику в стране они сегодня не имеют. Так что французская монархия осталась только в истории государства Франции. Субтитры создавал DimaTorzok